МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А здесь вы как долго живёте? Всю жизнь от рождения, то есть как в 67-м году родился, так с тех пор тут и живу с небольшим перерывом на службу в армии на два года. Мать работала на шлюзу, шлюзопропускной, отец водолазом, то есть водники, всю жизнь водники. Деревня Топорня в Вологодской области стоит на Севродвинском водном пути, соединяющем бассейн Волги с Северной Двиной. Канал длиной 127 километров работает уже более 180 лет. В 1909 году в Топорне побывал пионер цветной фотографии в России Сергей Михайлович Прокудин-Горский, сделав здесь четыре фотоснимка. В наши дни эти места привлекают любителей понежиться на песчаных пляжах и полюбоваться архитектурными памятниками Белозерия – Кирилло-Белозерским, Горецким и Ферапонтовым монастырями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Родители мои приехали, ну, сразу после того, как женились, создали семью, вот приехали сюда работать, это в сороковые годы. Людям, которые приезжали сюда и работали на шлюзу, предоставлялись бесплатно квартиры. Причем квартиры, они не просто, как в городском понимании, квартира – квартира, с определенными хозяйственными постройками, то есть был хлев предусмотрен, был предусмотрен дровяник для хранения дров, были сарайки, был сеновал. В общем, квартира со всеми удобствами, то есть работа, при этом содержит подсобное хозяйство, небольшой огородик, скот держали, овечек, свинюшек, курочек. В общем, жили, жили хорошо. Строили людям и всю необходимую для полноценной жизни инфраструктуру – здравпункт, школу, детсад, магазины, почтовое отделение, дом культуры. Топор не отличался от других вологодских деревень тем, что располагалось в старом бару. Настоянный на целебной хвой воздух был оценен по достоинству. Здесь построили детский санаторий, специализирующийся на легочных заболеваниях, и пионерский лагерь. На сегодня санаторий заброшен полностью. Судьба пионерского лагеря «Маяк» пока не решена. Здесь отдыхали дети Череповецкого речного порта. Примерно было три смены по 300 человек. По большому счету, вот эта территория была всеосвязана. Ну, теперь видите, что на этом месте есть. Хозяин сейчас частный. Что тут будут строить и будут ли строить вообще, пока непонятно. Местное почтовое отделение тоже стоит памятником развитию района в советские годы. Закрыли, потому что предлагали почтальону за работу четверть ставки – 5000 рублей зарплаты. Помимо почты, разносить нужно и пенсию старикам. Машину у отделения, естественно, нет, а пешком топать по заросшим лесам и местам с пачками денег в сумке желающих не нашлось. Местный ФАП еще держится, хотя и его незавидная судьба уже совершенно ясна. Заключительный этап оптимизации разворачивается с помощью реорганизации местного самоуправления. Районы преобразуют в округа. В новой системе поселения не будут иметь ни своего бюджета, ни возможности влиять на выборы главы округа. Власть еще больше отдаляется от народа. Если в каждом поселении было определенные гарантии, что там работают специалисты, был выборный глава, были депутаты, был какой-то бюджет, который обеспечивал потребности населения, проживающего на этой территории сейчас, этого, к сожалению, не будет. Уничтожение России, малой нашей России, оно запущено. И преобразование районов в округа, оно значительно ускоряет данный процесс. В советское время в Топорне проживало за три сотни человек. Сейчас деревню укрупнили, объединили по каким-то чиновящим причинам с соседним Соколием. Оба населенных пункта тянут на 93 человека жителей. Пенсионеры в основном. Пенсия хорошая, но маленькая. Ну, как бы ничего, дети есть, мужичок есть. Мужичок работает у меня постоянно в плавании. С детьми, да с работающим мужичком, справляться получается даже с самыми тяжелыми проблемами глубинки. Есть и транспорт свой, и денежка. В поликлинике у нас особо, знаете, попадешь, не попадешь на прием. Все очень сложно. Не дай бог болеть. Вот чего я знаю. Значит, я приехала, с Питера прооперировалась. На прием к хирургу вообще попасть не могла, потому что его не было. Он ушел на больничный. Нет у нас штата, а врачей-то нет. Я вот наблюдалась сама лично через WhatsApp в Питере уличащего доктора. Потому что так проще и надежнее. Есть женщины в русских селениях. И WhatsApp им по плечу, и что рейсовый автобус в райцентр раз в неделю ходит. И что баллоны с газом с начала нулевых ввозить из райцентра приходится самим. О другом болит душа русских селян. В предприятии нет никаких, кроме гидроузла. На гидроузле тоже теперь все посокращали. Вот у нас было, когда я работала в свое время, это 2000-90-е годы. Так у нас штат был больше 30 человек, 36 человек. Вот я уходила, а сейчас осталось и 10 человек по 9 силы. Общее число работников шлюзов до развала 90-х было более сотни человек. Плюс работал местный совхоз, который земли обрабатывал и рыбой народ снабжал. Ну и работу давал, соответственно. Теперь поля зарастают лесом, а народ промышляет, чем может и где получится. У нас рыболовец в карте рыбак, который промыслом рыбы до сих пор занимается. С каждым годом все сложнее и сложнее выживать, но выживаем. Там артель подразумевает общедалевую собственность. Раньше, когда работали на государство, было не обидно, понимаете? Когда работаешь, платишь налоги, эти налоги, зная, что идут на твоих же детей, на все вещи, которые улучшают жизнь проживающих рядом с твоих людей. А сейчас, честно говоря, не зная, куда и как используются наши налоги, хочется работать на себя. Поэтому выбрали артель. Вылов довольно-таки небольшой, порядка 60-70 тонн в год членами своей артели мы вылавливаем. Ну, а зарплата рыбаков, она сдельна от вылова, так по топаш, так и по лопаш. Артельной рыбой балуют жителей Кириллова и гостей города, приезжающих ради местных ярмарок и достопримечательностей. У нас здесь в деревне дом, мы ходим на рыбалку, но такого судака, как в Шексине, нет. На нашем озере не водится. Судак здесь просто классный. Очень сама сильно люблю рыбу в всяком виде. Ну, у нас рыбка речная, с Шексинского водохранилища. Лещучка, судачки, жереха попадаются, платвичка, сенец бывает, чехонь. Ну, все, что водится в речках. Как ни крути, а народ у нас живучий. Приспосабливаются ко всему. Не выкурить с обжитых мест. Не все, конечно, но находят работу и души отдохновения. Не сгинул в топорне сельский клуб. По округе все позакрывали, а этот работает. Причина та же, что с почтой. Четверть ставки директору. Никому она не нужна, эта четверть ставки. Всем это понятно. Наверняка и в администрациях не дураки сидят. Но бюджетная сфера схлопывается по всем сельским территориям России, лишая деревню последних источников дохода. Остаются только малочисленные энтузиасты, которые не за рубль работают, за идею. В этом году нашему клубу исполняется юбилейная дата – 45 лет. Клуб построен в 1977 году, на 7 ноября, пущен в эксплуатацию. Клуб работает в течение всего года. Летом просто он чаще посещается за счет дачного населения. У нас очень много приезжает дачников, и все посещают с удовольствием наш клуб. В общем, жить научились. Думали, что хуже уже на их веку не будет. Пока не выяснилось, что администрация перевела территорию бора, окружающего топорню, в категорию земли, подлежащей жилой застройке. Уже распилили на участки и провели линию электропередачи. Народ, узнав об этом, возмутился, что не нужно бы этот бор застраивать, тем более, что у нас земель кругом полно, которое зарастает лесом. Бор исторический. Ему, скажем так, средний возраст 150 лет этому бору. Таких лесов осталось мало, единицы. Ни для кого не секрет, что стоимость участков топорня, она достаточно высока по Кирилловскому району. Считается все-таки курортным местечком. То есть вода, песок, сосны. Соответственно, и стоимость участков этих, она тоже будет велика. Чем оборачивается соседство с толстосумами, тоже не секрет. Деревню отрежут трехметровыми заборами и от бора, и от реки. Для людей, которые живут за счет ягод, грибов и рыбалки, дело нешуточное. Защитить лес от вырубки и застройки решили с помощью природоохранной прокуратуры, которая провела профессиональную оценку деревьев. У них бур заканчивается на 198-м кольце. Дальше его просто не хватает. Средний возраст всего леса, включая зеленые насаждения, 143 года. То есть по факту старовозрастным лес считается уже с момента, когда им исполняется 100 лет. Проблема в том, что издавна эти 15 гектаров леса принадлежали Федеральному агентству морского и речного транспорта, которая отказалась от них только в 2020 году. Соответственно, по данным Департамента природных ресурсов Вологодской области, этот лес считался зоной сельхозназначения. Ну а местная администрация переоформила его как территорию поселения. Со всеми вытекающими. Обращение в профильные структуры и выявление в боре вековых деревьев, которые, по идее, должны охраняться законом, особо ситуацию не изменило. Максимум, на что мы можем рассчитывать в плане сохранения вот этой вот зеленой массы, это только статуса либо особо охраняемой территории, либо статуса городского леса или городского парка, который, опять же, не подлежит застройке. Но это все возможно только с точки зрения, что администрация идет нам навстречу и согласовывает нам данный вид разрешенного использования. Максимум, администрация – это населенный дом, там нет леса. То, что мы видим, деревья, это не значит, что это федеральный лесной фонд, что это лес. Это просто выросшие деревья внутри населенного пункта, которых, кстати, и с точки зрения пожарной безопасности быть не должно. При такой позиции администрации Кирилловского района понятно, что статус городского парка бору не светит. Но народ поднял волну. Информация разошлась по сети, и людей начали кормить обещаниями. Сначала оставляли 13 гектаров в качестве зеленой зоны общего пользования, потом 9, потом 3 гектара, ну и так далее. По общепринятым методам работы с населением. Когда проект плана землепользования и застройки появился на сайте администрации Кирилловского района, а также на сайте архитектуры и строительства Вологодской области, статус остался также же один. Ж1 – это значит под застройку. Сейчас власть занимается утверждением так называемых ПЗЗ – правил землепользования и застройки. Они решат окончательно судьбу Бора уже до конца этого года. Так как Бор по документам даже не обозначен, значит и в реальности его скоро не должно быть. По замыслам администрации. Наш вопрос, а почему, собственно, вот так, нам был дан ответ о том, что они видят развитие района вот в этом. То есть у нас, вот если вы проедете чуть вперед, например, есть огромное Алешинское поле, да, паи, которые не используются. Это земли великолепные, то есть до воды недалеко, и есть путь к Череповцу. Дожили мы до времен, когда развитие района видится в заселении его дачниками. Ни в создании рабочих мест, ни в развитии производства. В дачниках. Скажите, пожалуйста, если вы передаете какую-то часть, участка, частную собственность, какие-то блага вообще есть для местных жителей? Я не знаю, там газ проведут, дорогу сделают. Такое, в общем, развитие в одни ворота. Причина столь пристального внимания именно к Топорнинскому Бору кулуарно озвучивается заказ большого чиновника, которому именно здесь захотелось себе домик. Как говорится, не пойман ни вор, но время все покажет. Упорство, с которым администрация идет к своей цели, предполагает серьезные основания. А люди стали помехой. Администрация сделала ход конем. Она сказала, ах, вы такие нехорошие, вы тут пытаетесь этот лес защитить, а сами-то вы на каких правах живете? И не хотите бор отдавать богатым дядькам под застройку? Тогда мы будем вас потихоньку самих выселять, ущемлять и сносить. Земля у нас под домом не оформлена. Вот шестиквартирный дом, квартиры приватизированы, а земля под домом, она вообще в этом ведомстве, сев вот путь промышленного назначения. Мы оказались заложниками этой ситуации. И вроде бы как со стороны администрации даже идет, шантаж, не шантаж, что вот мы здесь как бы вообще у нас все самострой. Вплоть до 2020 года, когда в силу вступили поправки в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, жители Топорни не имели права оформить свои земельные участки. Но и после снятия запрета ситуация не особо улучшилась. Всплыли вот такие моменты, что оказывается, часть земель, которые надо бы оформить, по факту они не входят даже в населенный пункт. Ну вот как-то так получилось. Часть земель, которые должны были уже быть переданы от, сев вот путь как бы от нашего шлюза в администрацию поселения, до сих пор под многоквартирными домами, которые уже оформлены жителями в собственность, тоже не произошло. Квартира, по наследству теперь доставшаяся мне и моим братьям, которую приватизировали родители, она оказалась в воздухе просто-напросто. То есть на кадастровой карте это белое пятно. Аукционы сейчас проводятся в электронном виде на земельные участки. То есть могут выставить, любой соискатель может заявиться на этот аукцион, соответственно его выиграть, а потом сказать, что ребята, это чего-то на нашей земле у вас такое расположено. Со всеми вытекающими. Такими же по бумажкам незаконными оказались и все подсобные постройки. Сараи, дровяники, колодцы, гаражи. Загоняй бульдозеры, вали все подряд, хоть завтра. И главное по закону. Входят ли такие действия в планы администрации по развитию района, нам узнать не удалось. Андрей Николаевич от общения отказался. Когда-то, помнишь, говорила, что неужели кто-то полезет в этот лес? Полезли. Ну да, мыслей даже не было. По большому счету природа, наверное, главное, что у нас тут осталось, которое считалось незыблемым, которое считалось, что на века. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова